Подагра Подагра – это хроническое тофусное заболевание, характеризующееся отложением в различных тканях кристаллов моноурата натрия и развивающимся в связи с этим воспалением у лиц с гиперурекиемией. Обязательным фактором развития подагры является гиперурекиемия. Повышение сывороточного уровня мочевой кислоты выше 420 мкмол на литр, при котором у части пациентов происходит образование кристаллов моноурата натрия. Чем выше сывороточный уровень мочевой кислоты, тем выше риск развития подагры. Формирование кристаллов возможно и при более низком уровне показателя – 360 мкмол на литр. Прежде всего у женщин. Основными причинами гиперурекиемии являются генетические факторы, приводящие к повышению реабсорбции и снижению экскреции мочевой кислоты с мочой, либо к ее гиперпродукции. Избыточная масса тела и ожирение, повышение артериального давления, прием алкоголя, потребление большого количества животного белка, прием мочегонных препаратов. Подагра известна с глубокой древности. Первые документальные свидетельства заболевания известны из древнего Египта и датируются 2600 годом до н.э. Они основываются на описании подагрического артрита большого пальца. Драгенгельский целитель и врач Гиппократ в 5 веке до н.э. описывал клинические симптомы подагрического артрита в своих афоризмах, где он отметил, что заболевания не встречаются у евнухов и женщин до наступления менопаузы. Исторически сложилось так, что со средних веков и до 20 века подагрой страдали преимущественно богатые и знатные люди, в связи с чем она носила название «болезнь королей», «болезнь богачей» и «болезнь аристократов». Считалось, что она была связана с избыточным весом, перееданием, особенно злоупотреблением мясной пищей и чрезмерным употреблением алкогольных напитков. Лечение подагры проводится на протяжении всей жизни пациента. Основа его составляет медикаментозная уратснижающая терапия. Целью лечения является достижение нормативных, целевых значений сывороточного уровня мочевой кислоты для предотвращения приступов артрита и рассасывания имеющихся отложений кристаллов манолурата натрия, а также купирования артрита в случае возникновения. Классическая подагра относится к группе артритов. Она развивается у людей, имеющих наследственную предрасположенность к этой болезни. Причем потенциальный больной может даже не подозревать о своей наследственности. Скажем, если его родители или родственники идут здоровый образ жизни, не злоупотребляют спиртным и правильно питаются, то болезнь у них может не проявиться и будет всю жизнь существовать только в латетном, скрытом виде. А наш потенциальный больной, имеющий предрасположенность к этому заболеванию, спровоцирует у себя болезнь только в том случае, если будет вести не совсем здоровый с точки зрения склонности к подагре образ жизни. Типичный подагрик – это часто, но не всегда полный мужчина, злоупотребляющий либо алкоголем, либо так называемыми пулиновыми продуктами питания, мясом, мясными супами, копченостями, рыбно-соленой пищей, субпродуктами, печенью, почками, бобами, фасолью, шоколадом, виноградным вином. При злоупотреблении перечисленными продуктами происходит повышенное образование в крови мочевой кислоты, которая в свою очередь образует плохо растворимую соль урата натрия. Когда концентрация мочевой кислоты в крови достигает предельного уровня, ее соли в виде микрокристаллов осаждаются в полости сустава, образуя там своеобразное депо. Наличие микрокристаллов урата натрия в полости сустава является для него серьезным раздражителем, но тем не менее, кристаллы могут долгое время находиться в суставе бессимптомно, до тех пор, пока какая-либо провокация, физическая нагрузка, стресс, длительное голодание или наоборот, перебор пуриновых продуктов и спиртного не спровоцируют острую подагрическую атаку, то есть приступ подагры. Именно регулярные острые приступы подагры – это главный признак этой болезни. Первые атаки подагрического артрита практически всегда бывают краткосрочными. Начинается приступ обычно внезапно, чаще всего ночью. Воспаляется в большинстве случаев сустав большого пальца ноги, иногда один, иногда оба. Реже воспаляются большие пальцы на руках, коленные, голеностопные, локтевые суставы, пяточные сухожилия и совсем редко лучезапясные суставы. Боль такая, что, по рассказам пациентов, хочется от нее буквально лезть на стену. Пораженный сустав распухает, краснеет, кожа над ним становится ярко-красной или багряной и горячей на ощупь. Даже легкое прикосновение к воспаленному суставу или малейшее движение в нем причиняют невыносимую боль. 3-4 дня больной мучается, как вдруг приступ проходит, будто ничего и не было. Однако, спустя какое-то время, боль также внезапно повторяется. Причем, если в начале болезни интервалы между приступами достаточно длительные, от 1 до 8 месяцев, а сами приступы непродолжительные, то со временем все меняется. Приступы становятся все длительнее, а интервалы между ними короче. В конце концов, наступает момент, когда боль в суставах становится постоянной, а промежутки между приступами практически отсутствуют. Этот состояние называется подагрический статус или хронический подагрический артрит. При хроническом подагрическом артрите происходит разрушение суставного хряща, а при лежащих к суставу костях образуются особые дефекты – пробойники, которые представляют собой полость, заполненную микрокристаллами урата натрия. Кроме того, кристаллы урата натрия могут откладываться даже под кожей, образуя твердые узелки, заполненные кашицеобразной массой. Такие узелки называются тофусами, и чаще всего они располагаются на ушных раковинах или около суставов. Иногда тофусы прорываются, и через образовавшийся свитч выделяются кристаллы мочевой кислоты. К счастью, обычно в течение нескольких дней после прорыва тофуса ранка заживает без последствий. Помимо вышеперечисленных неприятностей, подагра, особенно запущенная, почти всегда сопровождается отложением уратов в почках, что приводит к мочекаменной болезни, а иногда и к воспалению почек. Диагностика подагр. Анализ крови покажет повышение уровня мочевой кислоты. Проблема состоит в том, что если делать анализ на мочевую кислоту в сам момент приступа, а обычно именно в это время пациенты и обращаются к речу, то такой анализ может не зафиксировать никаких отклонений, то есть в момент приступа уровень мочевой кислоты в крови может оказаться нормальным, ведь в момент приступа максимальное количество мочевой кислоты уходит в воспаленный сустав. А по тому, необходимо измерить уровень мочевой кислоты в крови несколько раз, включая межприступные периоды. Но вот на это у больных подагрой часто не хватает терпения. Как только очередной приступ сходит на нет, они часто опять совершенно перестают думать о своем здоровье. Рентгенологическое исследование суставов помогает в проведении дифференциального диагноза и может демонстрировать типичные признаки хронической подагры, но не информативно в ранней диагностике подагры. В отличие от рентгена, ультразвуковое исследование суставов может быть важным диагностическим методом в ранней диагностике подагры, причем даже на преклинической стадии заболевания, так как в участии пациентов с гиперурекемией типичные ультразвуковые признаки подагры могут выявляться раньше, чем болезнь манифестирует острым приступом артрита. Лечение подагры. Подагра очень хорошо лечится, но многие больные подагрой не хотят принять те условия, которые нужны для выздоровления, поскольку условиями является отказ от тех продуктов питания и алкоголя, которые вызвали нарушение обмена веществ. Во многих случаях диета – это мера временная, и при соблюдении определенных условий через год-два жесткие ограничения можно будет отменить. Лекарственная терапия подагрического артрита состоит из двух составляющих. Первое – это лечение острого приступа. И второе – терапия, собственно, подагры. Для купирования остро-подагрической атаки с успехом применяют нестероидные противовоспалительные препараты или специальный антиподагрический препарат короткого действия – кохицин. Препараты для купирования острого приступа используют недолго, коротким 3-7-дневным курсом, а непосредственно для терапии подагры при отсутствии противопоказаний на протяжении нескольких месяцев или лет используют препарат, уменьшающий образование мочевой кислоты в организме. Аллопуринол Соблюдение диеты и применение аллопуринола приводит к нормализации состояния больных в течение первого же месяца терапии. Хотя первую неделю на фоне терапии аллопуринолом может даже случиться обострение от заболевания, но затем приступы становятся слабее и случаются все реже, а со временем прекращаются вовсе. Продолжение следует...